Всем привет! Сегодня поговорим о сборочке Ubuntu 1804.3 потому что она так называемая LTS Long Term Support с длительной поддержкой до 2023 года а то что вы найдете на сайте 19.04 она всего лишь до 2000 года поэтому я здесь рассказываю об Ubuntu 1804 то есть Ubuntu с длительной поддержкой я тут сделал два рабочих стола стандартный рабочий стол у Ubuntu сейчас это Gnome значит вот если нажать на этого зеленого человечка то появится вот такая надпись завершить сеанс нажимаете на завершить сеанс и затем откинет вам вот такое сообщение нажимаете на юзера и вот затем на эту шестереночку вот у меня сделан рабочий стол Ubuntu Цинамон если хотите на родной рабочий стол Ubuntu на Gnome то вот вам нужно будет завести пароль и войти так сказать в родной рабочий стол Ubuntu им по умолчанию является рабочий стол Gnome хороший красивый рабочий стол многим он очень нравится и мне тоже но из всех рабочих столов по прошествии длительного времени длительного пользования для меня оказался самым таким удобным это рабочий стол Cynamon я ничего не имею против других рабочих столов ради бога каждому нравится свое но вот лично мне нравится Cynamon вот так вот выглядит рабочий стол Ubuntu Gnome у него значит если здесь кнопочку нажать и показать все на кнопочку нажимаем показать все то появляются значит яркие, крупные, сочные такие вот значки и для людей у которых скажем со зрением не очень тут очень хорошо можно так сказать ориентироваться вот таким вот образом значит ну что в эту сборку я практически установил опять таки все свои программы которые лично мне нравятся да вы можете ее скачать для ознакомления повыкидывать там через синаптик или вот через центр приложения то что вам не нужно и продолжать пользоваться а почему? потому что здесь настроен во-первых настроены коночки очень такая удобная приборная доска и значит стоит синаптик который хорошо делает изообразы настроенной системы вот с помощью его я и создал значит эту сборочку вот поэтому значит я могу ее порекомендовать вот штука эта хорошая скажем так не пожалеете занимает она 2,7 гигабайта ну скажем так хорошая нормальная полная сборка со всеми настроенными программами что же здесь есть значит ну давайте пойдем менюшку значит программа для работы с видео это значит Audacity программа для обработки звука OBS вот я сейчас ей пишу это программа для записи с экрана и программа для редактирования видеороликов это программа для самплеера для проигрывания видеороликов то есть ну нормально все представлено из графики тут и Blender есть и много что чего я не часто пользуюсь интернет ну что два браузера Google Chrome и Firefox значит две кладовки на Mega на 50 гигабайт и на Dropbox там на 4 по-моему гигабайта дальше значит общение программы значит Telegram WhatsApp и Vaya WhatsApp становится наиболее популярной программой сейчас среди пользователей потому что она ставится и на андроидные телефоны и в качестве рабочего стола хорошая штука такая программа значит для скачивания Torrent файлов и программа для скачивания просто файлов больших размеров офис стоит один из самых последних дальше значит ну Cherry3 ConkyManager тут все это по умолчанию как говорится стоит из них они выведены вот тут у меня многие на панели самые ходовые администрирование ну тут тоже часть программ значит я поставил TimeShift поставил вот у меня TimeShift здесь стоит SystemBug стоит и стоит QT5 FS Archiver то есть практически данная сборка Ubuntu содержит три мощные программы для создания резервных копий это SystemBug это TimeShift и QT5 FS Archiver вот у меня значит на сайте на моем имеются видеоролики по этим программам поэтому пожалуйста если кому-то нужны какие-то там детали по работе значит с этими программами то посмотрите эти видеоролики практически под каждым своим видеороликом я размещаю ссылку на свой сайт поэтому попасть ко мне на сайт совсем не сложно под видеороликом кликайте по ссылочке и попадаете на сайт значит вот имеется раздел вот такой программы вот тут значит есть в программах подраздела зерная копия и значит тут о программе SystemBug и о программе FSArchiver ну короче программа TimeShift установлена и работает установлена она значит через терминал как она работает значит я вам просто-напросто покажу ничего тут сложного нет вот вы нажимаете на значок программы TimeShift заводите пароль если у вас на экране ничего не высвечивается вы нажимаете на мастера кнопочку дальше ищите тот раздел где у вас будут располагаться или уже расположены копии созданные этой программой нажимаете дальше вот стояла у меня ежедневно я поставил ежедневно потому что угольно сильно часто не нужно и вот практически вы оказываетесь и можете смотреть свою копию вот я совсем недавно ее создал буквально там может быть там полчаса назад вот из нее всегда можно будет восстановиться хорошая такая штучка программа TimeShift поэтому могу порекомендовать здесь значит очень хорошая прога она обновляет там себе дебяновские файлы и практически всю систему называется она UK по-русски можете называть ее UK без разницы вот как она работает вот вы ее запустили значит и она начинает рассматривать весь раздел жесткого диска где установлена Ubuntu работает эта программа на Mint на Ubuntu и на Debian подобных системах то есть системах которые принимают команду ArtGetInstall это также и Zorin будет там что там еще ну короче на Ubuntu подобных системах или системах на Debian подобных вот тоже могу вам эту программку порекомендовать она порой работает даже лучше любого менеджера обновлений вот причем работает она довольно таки шустро там буквально там за пару минут и вон появляется надпись Done сделано все можно ее закрывать и обычных два пылесосика я поставил это значит Ubuntu Cleaner это стандартная значит программа для Ubuntu вот отмечаете галочками все разделы которые как говорится считаете нужными чтобы она проверила затем их вот так вот отмечаете галочкой и она начинает сканировать и удалять как говорится весь мусор но делать это надо там ну раз два в месяц а не каждый божий день и второй пылесосик это программа Stacer тоже хорошая программу у нее сразу видно сколько занято место на диске сколько оперативки как используется центральный процессор у меня он сейчас сильно используется почему потому что я использую программу для записи видео а так у вас будет процентов 5-10 не больше идете на метелочку нажимаете выделить все разделы вот смотрите там где цифры есть вот их отмечаете нажимаете на знак метелочки ставите галочку единичку или свой пароль и вот нули показались идете обратно вот раздел стал поменьше значит и можно выйти из программы значит ну я вам уже говорил что мне ценам рабочий стол нравится больше других поэтому у меня данная сборка значит у бунты она содержит рабочий стол гном родной и рабочий стол ценамон так что вот можете попробовать кому что там понравится вот что не нужно значит идите вон через синаптика или через центр приложений набирайте программу которая вам не нужна и удаляйте там все это как говорится ясно и понятно пример ну через синаптика или через центр приложения можно практически удалить любую программу так же значит можно и большинство программ и установить не все вот допустим таймшифт в синаптике нет в центре приложения значит он был и я его значит это сам поставил ну давайте здесь попробуем сандр берт сандр берт что у нас тут ну вот ну допустим вы нашли название сандр берт и тут поддержка с гномом нажимаете отметить для полного удаления вот принять и нажимаете применить применить то есть таким образом вы можете почистить эту сборочку оставив для себя только то что вам нужно ну или сами поставить эту сборочку с нуля и настроить ее вот многие предпочитают скачивать готовые сборки почему потому что там ряд таких программ как допустим конки менеджер и систембак они ставятся скажем так не очень легко и для многих пользователей проще скачать готовую сборку повыкидывать из нее то что им не нужно и пользоваться ее в дальнейшем вот практически вся недолго вот программа синаптик значит сандерберт удалила сейчас появится значит вот финальное окошечко можно тут перепровериться интернет где сандерберт а его программа корректно удалила вот практически и все то есть сборки эти можете там под себя настраивать выстраивать кому там что нравится вот это делается для того чтобы у пользователей появился определенный навык чтобы они не боялись как говорится ручками работать там мастерить вот ради бога работайте смотрите что не нравится удаляйте что нравится добавляйте вкусы у всех разные поэтому делать такое скажу весьма увлекательная и интересная ну ладно значит на этом я с вами прощаюсь сборку также можете скачать я ссылочку помещу под моим видеороликом на сборку вот ну могу сказать что эта сборка до 2023 года будет поддерживаться вот сборка хорошая стабильная и особо допустим у меня трудности лично при ее установке настройки она не вызвана в этом я с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго и до новых встреч субтитры